всем привет в общем по горячим следам я сейчас решила записать видео себе свой видео дневник в заметке в telegram вот чтобы пересмотреть переосмыслить что случилось со мной последние вот несколько дней сегодня вчера ночью какая была трансформация чтобы сесть записать себя все эти мысли сложить то что мне такой хаос в голове привести в порядок чтобы это вот все не забыть потом пописать вот я это себе записала начала смотреть видео и понимаю а может вам показать все-таки их и я наверное сейчас расскажу вот как есть не буду я короче там еще такая в маске сижу намазала маску но я не думала же что это буду выкладывать в таком виде и сейчас сижу и думаю прием надо все-таки это выложите пускай будь что будет не знаю зачем это выкладываю ну это прикольно посмотреть как я себе трансформирую я надеюсь вам понравится так ну или давай по-новому это видео не буду нигде выкладывать я еще и в маске так и не нужно записать видео что пересмотреть его короче мой дневник мой дневник надеюсь это потом никто не увидит и я блять не захочу выложить так мои трансформации что я осознала поняла знаки работа иры с чего началось короче я сейчас хочу себе записать чтобы осознать это потом пересмотреть видео в общем первое с чего началось ко мне на зубы приехала айгуль со своей инвалидностью она инвалид посадила и всех сделал инвалидами брата посадила в тюрьму муж дома сидит как инвалид хромает на одну ногу котиков собачек видит всех хромающих на одну ногу еле их идущих ребенок инвалид 14 лет лежит мы разобрали для нее что она сама инвалид потому что ну реально она отрицает все вообще что может быть то есть она быть хочет хорошей не хочет быть нехорошей нехорошей это плохо там умные тупой быть плохо короче у нее по половине чувства отсечены и она с ними постоянно борется они же никуда не ходят то что они ее часть себя сколько бы она не отсекала эти чувства они все вместе с ней остаются то есть она наполовину целостная наполовину нихрена не целостная в итоге вообще сказала что она ущербная жить ей незачем она вообще говно что она мне еще говорила и вообще пипец за всех все контролирует то что себя не может контролировать она мне транслировала что я тоже не использую много моментов делю на хорошее плохое какую-то одну сторону и мы выписывали шаблоны трансформировали короче с ней она уехала все поняла она была недовольна своими красивыми зубами переехал их переделывать и переделывать вот еще раз сколько бы идеально не делали она все это недовольно это не так это некрасиво короче она хотела быть идеальной поэтому зубы всей разрушались у всех идеальных людей разрушается самый крепкий материал когда мы ограняем его в бриллианты делаем хрупким то есть отсекаем от себя нужные части для красоты вот для других видели меня красивые тогда я типа нормальная с этим мы разобрались целостность я свою собрала глядя на нее потому что я признала что я инвалид и я наблюдала за ней все это время что она что она начинает видеть в себе целостность и а вот она и начала видеть эту целостность я с ней мало работала потому что я решила поменять метод работы и прорабатывать в себе как я это делаю обычно с людьми которым не нужно учиться трансформировать шаблоны которые просто пришли мне заплатили 300 тысяч там 500 тысяч например смотря ценник у меня всегда был зависимости от запроса например девочка пришла 10 миллионов долларов и не украли нам нужно было ее возвратить и возвратить эти деньги и найти кто украл мы нашли кто украл и возвратили эти деньги даже в плюсе в два раза больше в итоге но я с ней не работала и работала через себя потом пришел чувак которому нужно было сесть в тюрьму нужно было да понятно вот и и он там с президентами поругался короче с медведевым грефом что-то короче там такая фигня была и мы с ним просто поработали ему кое-что объясняло но трансформации естественно я с ним не проводила и не учила его трансформировать я сидела и прорабатывала в этот момент себя и рассказывала ему просто выводы 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 например мы не трансформировали чувство вины чтобы его трансформировать нужно расклад такой большой сделать чтобы шаблоны поменять а я ему просто говорю ты же понимаешь что ты творишь в реальность и всё своими желаниями творишь да я говорю понимаю говорю а тот человек который другой он тоже свой мир творится ими желаниями или ты его мир творишь он говорит тоже наши миры просто соприкасаются говорю хорошо но это значит его было желание чтобы ты так поступил иначе бы он к тебе не пришел он такой да Ну, то есть, как бы, говорю, а за что ты себя тогда винишь? Он такой, да не, зачем, нет у меня вины. Ну, как бы, он свои уроки проходит, я свои. Я говорю, ну вот. То есть, я, как бы, выводы просто рассказывала, а как трансформировать и рассуждать, нет. И все богатые люди, у которых нет проблем, у которых до хрена денег, но есть какая-то маленькая там проблема, с которой они ко мне приходят, у них нет желания там учиться трансформациям, чтобы это передавать людям, потому что они вообще в другом мире живут, в своем крутом и богатом. И у них есть работа, им незачем там учиться, передавать людям знания какие-то. Как бы, они вообще не выходят в эфиры, там, естественно, у них нет даже соцсетей, инстаграмов, вообще не общаются с народом. То есть, для них я всегда делала такую работу, я просто забыла об этом. Для них я всегда делала такую работу, что я просто садилась, наблюдала в них себя и трансформировала, и наблюдала, что они трансформируются. Вот, и все, этого было достаточно. Они мне платят, уходят, все довольны, и все у них решалось. То есть, я не сидела с ними, не работала, и никакие курсы там по трансформациям, ничего с ними не делала. Вот. Есть люди, с которыми я прихожу, трансформирую, трансформирую, но ничего не получается. И я только поняла, почему сейчас долгое время, а потом через какое-то время все получается. Но мне приходилось их долго учить трансформировать в саблоны. Зачем? Потому что они не приходили ни за решением проблемы, потому что я через себя трансформировала, им ничего не сказала, у них все решилось, и все, они ушли. А им просто нужны были эти знания людям передавать. Это были мои ученики. То есть, все, кто приходит именно учиться трансформировать шаблоны, да, это были мои ученики, которым нужно знания передавать. Но опять же, не все впрок шло потом в итоге, потому что потом они шли искать других учителей, потому что я не тем людям... Короче, я в ученики брала те, кто гонится за деньгами, за любовью, за отношениями, там, решить проблему. А мне надо передавать знания, как работать с людьми, трансформировать шаблоны только тем, кому не надо решать проблемы. Кому не надо решать проблему с долгами, с деньгами, с бизнесом, который не хочет материального, а ему нужно именно духовное развитие. То есть, моя проблема была в том, что я, короче, всем, кому не лень, хотела впихнуть свои знания, дать удочку, чтобы люди сами себе рыбу ловили. А им это нахер не нужно. Им нужно было, чтобы... Я просто решила их проблему. Вот. Я их учила, они все трансформировали. Да, это им, конечно, на пользу все пошло. Но итог все равно они эти знания не передают. А я ресурсы вкладывала свои, большие. А надо было просто посидеть, вообще молча на них посмотреть, сделать им сеанс, как я делаю. Когда я кино наблюдаю, у меня мультики всей жизни пролетают на каждом сеансе. И я трансформирую себя и наблюдаю, что у них в кино, как актеры мои, там, поменялись. То есть, я меняю кадры в кино, перерисовываю картинки, когда сеансы делаю. Вот. У них все сразу случается. Но если я не глубоко себя проработал, соответственно, у них не глубоко и все случилось. Так. К чему я клоню? Чтобы картинка у меня сложилась со следующей работой с Ирой и ее миллиардными контрактами сейчас с судоходной компанией. Сейчас я это все сюда сложу. Как у нас это все вышло? В общем, какие выводы я сделала? Первое. Не надо мне никого учить трансформировать шаблоны. Только если этот человек пришел научиться любить, видеть себя, опознавать себя, раскрыть в себе Творца, Бога, кто хочет расширять этот мир, и своей энергией, обеспечивать... Обеспечивать... Сейчас я тоже до этого дойду. Обеспечивать... Ну, блин, весь город. Можно сказать. Это только для тех, кто хочет встать на этот духовный путь. А для всех остальных... просто решение проблемы. Но когда они решат свою проблему, шаблоны у них не поменяются надолго. То есть это сразу выветрится через время, да, и человек будет опять с проблемой. Потому что он решил проблему, ушел, но он не осознал выгоды. Он не осознал... Не, понятно, что он там... Я для чего этого хочу? Он этот вопрос себе задаст, конечно. Он найдет выгоды и так далее. Но он не поймет, почему... Он создает эти проблемы, и он же опять приходит их решать каждый раз. А их не надо решать. Проблемы это есть... часть нас, которая нам нужна. И наоборот, это хорошо. Это... Наоборот, мы разбираемся со своей болью. А люди решают проблемы и не видят, что... Цель решения проблемы это не конкретный результат конечный, а сам его путь познания себя через эту проблему. Вот. А люди этого не видят. То есть... Я им решила проблему. Мы вместе решили. Я понаблюдала. Если я увидела в нем себя, трансформировала все это, у них это все решилось, но нейронные связи не укоренились, и эти шаблоны у них остались, так сказать. они ненадолго просветлели, да, и потом уходят в свое. Но им и не надо. Они будут бесконечно получать свой опыт, бесконечно быть в своих проблемах. Одно решили, во вторую перешли. Это нормально. Это так и должно быть. Это... Почему бы и нет? У них нету пути нести... Ну, расти там духовно и нести духовный путь от учителя к ученику. У них просто задача деньги, любовь, кайфовать по жизни, блага, бизнесы, работа, мужчины, дети, здоровье. они за внешним бегут. И эти люди, они мне не нужны. То есть, они нужны мне только, чтобы я решала их проблемы, и все. Помогала осознать вот на самый такой короткий период, и все. Как бы они решили, им нормально. Вот. Трансформировать шаблоны это долго, тяжело, и это очень долгий процесс. Как пойти в университетскую программу на полгода, там, на год. Это работа передачи знаний от учителя к ученику. Это будет другая работа, которую я сейчас отделю. И решение проблем будет не сидеть с ними, трансформировать. Это им нафиг не надо, они сдуваются, им это не надо. То есть, то, что я пытаюсь им удочку дать, чтобы они решили свою проблему, это не надо. Им надо быстро магическую таблетку, быстро взять просто проблему решить и всё. Они не видят, что проблемы нету. Они не видят, что эта проблема привела к духовному пути, где надо перестать уже желать эти деньги, которые нафиг не нужны, славу, эту богатство, эту быть супернужным, важным, это тоже вообще лишняя мишура. таких людей мало, но они есть, и именно я с такими буду работать. Короче, пришла ко мне Ира, пазлы продолжаю собирать, пришла ко мне Ира и говорит, что у неё есть мужчина, друг, которому она уже сколько лет, 10-20 знакома, помогает ему, они всё время общаются, он по-русски не говорит, на английском они общаются, вот, у него в общем очень много компаний, одна из них карго и владелец, там, совладельцы его, дочка его жены, дочка его сестры, что ли, с ним совладелица, связана, короче, ещё какие-то компании, не помню, вот, ему нужен контракт заключить с судоходной компанией для того, чтобы ну там, зарабатывать свои миллиарды. в сетчин, ну там,